За последние 10 лет заболеваемость раком молочной железы в Брестской области выросла в 1,2 раза. Ежегодно выявляется более 500 таких случаев. К сожалению, это наиболее частая причина смертности от онкосболеваний среди женского населения. Болью рак молочной железы проявляется крайне редко. Это уже, наверное, когда процесс довольно распространенный. Как правило, пациенты находят у себя какое-то уплотнение, опухоль, шарик называют они, в ткани молочной железы или в месте расположения лимфатических узлов, которые отвечают за лимфоотток от молочной железы. Как правило, это подмышечная область, может быть, надключичная область. Также различные изменения кожи, втяжения, вид кожи по типу лимонной корки, так называемые синяки или гематомы. Это тоже может указать на то, что в молочной железе есть какая-то проблема. Для максимального информирования о важности профилактики, ранней диагностики и лечения коварного заболевания, к Всемирному дню борьбы с раком груди в Брестском областном онкодиспансере каждый год проводится акция по бесплатному обследованию молочной железы. Про данную акцию я узнала из интернета. Впервые участвую в акции. Я считаю, что профилактика рака молочной железы очень важна для женщин. Не все знают, что здесь можно пройти обследование, и такие акции очень позитивно влияют для женщин, как профилактика. Когда дело касается темы женского здоровья, важен не только профессионализм, но и комплексный подход к данному вопросу. Поэтому специалисты-мамологи работают в тесном сотрудничестве с врачами других направлений. Мы говорим о снижении потребления насыщенных жиров, потому что это тоже такой материал для построения дополнительного количества женских половых гормонов, что не очень хорошо. И о снижении потребления легкоосвояемых углеводов, потому что из избытка глюкозы в крови тоже строятся гормоны, жировая ткань, и это тоже является неблагоприятным фактором. Правильное питание, использование, допустим, витамина D, очень важно для профилактики раковых заболеваний. То есть участие человека в этом процессе значимое, и человек должен об этом знать. Чем раньше мы выявим симптомы рака молочной железы, а при помощи раннего обследования, раннего выявления, скрининга, мы можем на доклиническом этапе обнаружить это заболевание, мы сможем не просто продлить жизнь, а спасти ее нашим пациенткам. Любой человек должен быть бдительным в отношении своего здоровья. Ведь даже самые незначительные, на первый взгляд, изменения в организме могут стать фатальными, и всегда лучше предупредить заболевание, чем лечить его. Всего в рамках акции в этот день было осмотрено 127 женщин. Ни у одной из них признаков рака молочной железы не выявлено. Людмила Логодич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.